доброго времени суток дорогие друзья компания ляма на связи кузнецов дмитрий вот значит ролик опять очередной с тиньковым здесь сразу внесу я ясность как объяснил автор он оформил карту ничего с нее не брал не покупал не прикасался одно лишь только что активировал ее по телефону но ему стали буквально через какое-то время названивать и говорит что у него долги там какой-то период времени прошел он до сих пор не понимает почему это произошло но я могу предположить что раз карту активировали значит она там что-то за обслуживание они снимают и так далее и тому подобное карта уходит как бы минусовой баланс соответственно у них обслуживание дешевое ну естественно на эти минусы с удовольствием набегают проценты и человек даже не взяв ни копейки у этого барыги в результате остается должным будьте внимательны те кто все-таки еще надеется что с банками можно скажем так по-честному существовать это не только у тинькова это у многих других банков но кто наконец-то уже решился то пожалуйста решился я имею ввиду все раз и навсегда прекратить вот этот беспредел в отношении себя можем вам помочь как помогли уже сотням других людей ссылочка на наш сайт в описании ролика также там на сайте рекомендую посмотреть видео как устроена работа кредитных юристов компании лиам оставляйте заявку после того как ролик посмотрите на сайте именно и само собой мы вам перезвоним для вашего удобства ссылочка на наш сайт выходит в правом верхнем углу видео трансляции ну а теперь слушаем диалог человека с сотрудником банка тиньков прошу обратить внимание как она в конце начала менять интонации зацепила ее за живую она кто она сотрудник а мы тут все вокруг нас рано ну давайте послушаем алё алё здравствуйте здравствуйте меня зовут елена александровна первое коллекторское бюро александр григорьевич это вы не надоело одно и то же говорить вам видимо тоже не надоело звонить постоянно подавайте сутки на работа найдите нормальную работу если не хотите слушать меня абсолютно нормальная работа хорошо я буду делать то что я хочу а то что вы обязаны никому ничего не уберу вам точно ничем у вас есть невыполненные обязательства финансы не по фигу почему не хочу условия кредитного договора угадайте почему их нарушают по разному вот и я по разному нет возможности оплачивать это что случилось то почему потому что я не брал эти деньги а так ничего не случилось да вы что да прикиньте а кто же с вашим паспортом это сделал что с моим паспортом сделали карточку оформили карточку оформил я для активации карты необходим а ни хрена она активируется по телефону во первых по телефону до паспортными данными значит проблема паспортные данные найти что ли я не надлежащим образом паспорт хранить я вообще понятия не имею где он в данное время может дома может на работе нет как то эта бумажка погоды никакой не делает если что-то не брал то я знаю что я не брал но к сожалению кто-то воспользовался вашим халатным отношением своему главному документу вот их ищите и в связи с чем у вас возникли обязательства вот их ищите тех кто взял у меня я это вы не поняли но и агентства александр григорьевич банк почему-то не стал разбираться а просто вам перепродал этот долг так потому что понял что это бесполезно скажите пожалуйста смысле куда а куда я должен обращаться в банк простите а что у нас банк занимается расследованием уголовных преступлений банка звонил я вам ситуацию объяснил поэтому все успокоилась ничего не успокоилась у меня у кого-то если бы был виновный вам необходимо было обратиться в полицию мне то зачем и поле не то зачем вы докажите что я взял эти деньги и вас были совершены мошеннические действия да мне пофиг не подал банк почему не подался его права потому что подавайте высшую все решения студии чего приедете меня к его мальчик не сказал я не буду платить александр григорьевич вы по-моему что-то перепутали вы не с подругами разговариваетесь да мне похер на кто ты такая бы не будет анальность я буду разговаривать так как посчитаю меня не слышите да мне похер на тебя в таком случае я вам перезвоню и перезванивать буду пока вы сможете корректно разговаривать сосать вы там будете все сидеть ну вот такой вариант виртуального секса подписывайтесь на канал лайки ставьте пишите комментарии все что вы об думаете ну и конечно репост соцсетях чтобы как можно больше количества людей узнал всю правду кстати хочется подчеркнуть что тиньков теперь уже не фениксу поручает да все эти задачи каким-то другим сторонним коллекторским организациям будьте на чеку друзья и не бойтесь их если нужна помощь обращайтесь к нам за юридической защитой ссылочка на наш сайт в описании ролика ну а с вами был кузнецова дмитрий центр юридической защиты компания оля всего доброго друзья свидания